Александр Георгиевич, хотелось бы коснуться не менее актуальной темы. Буквально пару дней назад состоялись Ваши переговоры с президентом России. Некоторые эксперты, журналисты, даже наши бывшие коллеги начали писать. Лукашенко поехал в Москву сдавать в Беларусь. В общих чертах мы знаем, что обсуждалось развитие интеграции, новые союзные программы. Но расскажите, пожалуйста, подробности встречи, ее итоги и будет ли то самое слияние. Развитие интеграции, новые союзные программы – это, знаешь, для протокола в начале беседы. Это правильно, но это слишком общо. Мы на этот раз обратились с Владимиром Путиным, президентом России, к злободневным вопросам. Цены на углеводородное сырье, газ, нефть, кооперация. У нас есть хорошее предприятие. У них есть предприятие. Но все время у нас была тягомотина, кто кого. У нас одно отношение к приватизации, у них другое. Я не объясняю, вы это прекрасно знаете. Сейчас времена изменились и обстоятельства нас заставили реально посмотреть на эти вещи. И мы договорились, что не надо нам друг друга трясти, не то за шиворот, не то за грудь брать и трясти. Нам надо кооперироваться. К примеру, очень долго обсуждали проблему производства интегральных схем. Это высокотехнологичное производство. Никто им товары эти не даст. И мы поставлены в такую ситуацию, что мы должны сами это произвести. Но в Советском Союзе был уровень высокий по производству этих интегральных схем. Сегодня на этом весь мир держится. В Воронеже, в Зеленограде у них и у нас, в Минске, остались вот эти три точки. Ну и что, мы вот сидим с ним в кабинете и рассуждаем. Говорит, очень тяжело. И деньги же приличные нужны для того, чтобы развить это производство и удовлетворить потребности. Прежде всего России. Высокоточное оружие без этого невозможно. Гиперзвуковое оружие, которое невозможно. Я говорю, ты знаешь, наше счастье, особенно в Беларуси, мы где-то отстали, но у нас компетенции есть, у нас люди есть. Он мне перебивает, говорит, мы готовы заплатить любые деньги для того, чтобы развивать эти три производства. Надо определиться, кто что будет делать. Беларусы одно, в Зеленограде другое, в Воронеже третье. Понимаете, я пример провожу, о чем мы в конкретику окунулись. То же самое по всем направлениям. Вот о чем мы говорили. Давайте сконцентрируемся на определенных участках и сделаем. То есть вот суть кооперации. Скооперироваться то, что у нас есть, и сделать то, что нам сегодня надо. Это главное, о чем шла речь. Ну, а эти, которые сидят за пределами страны, их рассуждения. А, Лукашенко в угол загнали, деваться некуда. Все, Россия поглотила. Даже речи об этом не шло. И сегодня им хочется нас столкнуть вот на этот путь. Поэтому нам надо действовать и не допускать ошибок. Если бы я поехал, как они вещали, продавать или сдавать Беларусь, ну, слушайте, это бы им подарок был. А нам это не нужно. Я уже сколько раз говорил, я первый президент нашей независимой Беларуси. Нам посчастливилось с вами построить первое независимое государство. Какой Лукашенко может пойти против этого и разрушить его, или кому-то сдать, или куда-то вовнутрь присоединить. Я больше всего заинтересован, чтобы мы были независимыми. Поэтому ни о каких базах мы не говорили. Слушай, зачем в Беларуси создавать базу, если она в Смоленске? В трех минутах подлета до того же Бобруйска. Зачем? Тратить огромные деньги. И у нас совершенно стратегия другая. У нас в рамках ОДКБ наша зона ответственности белорусской армии – Запад. Если только против нас агрессия, у нас достаточно сил для того, чтобы сдержать эту агрессию на первых порах, пока развернется в тылу Россия. Там есть две-три армии, которые на этом направлении должны поддержать белорусскую армию. Вот наша стратегия. Причем тут эти базы? И даже если базы. Журналисты молодцы, это я вчера или сегодня услышал. Слушайте, а что мы паримся по поводу того, что в Беларуси будут чьи-то базы? Российские, китайские, японские, что может быть чьи-то? Чего? А в Германии чьи базы? Американские? А в Польше, в Румынии чьи базы? Американские. Так что вы нам лапшу на уши вешаете? Что мы независимость потеряем еще чего-то? Вы же их уже создали. Они у вас там. Они просто боятся, чтобы мы, не дай бог, с россиянами не договорились и не объединили наши военные усилия. Но мы даже об этом не говорили. Потому что если мы об этом начнем говорить, я убежден, что это не нужно делать. Ну, допустим. Опять им подарок. Для того, чтобы они вышли на улицах, кричали, что Россия захватила Беларусь. Видите, борцы за независимость, а черт знает где сидят. И они себя показали, за какую они независимость и куда они хотят нас привезти. Это не Лукашенко наметил планы сдачи. Это они уже ее продают. Они давно уже сдали нас. И им надо было на сутки, чтобы ты знал, на сутки, мы уже это знаем, прийти здесь к власти. Якобы прийти. И заявить, что мы во власти. Для чего? Чтобы попросить ввести войска НАТО на территорию Беларуси. И выстроить их на восточной границе у Смоленска. Это был трамплин, я вам всегда говорил, для нападения на Россию. Это первый был шаг. Как бы они ни от неких войска, мы сегодня видим, что это так. Спасибо. Спасибо.